Итак, у нас в руках два мяча, руки снова ставим как у каратиста. Что значит один с другим? Посмотрите, одна рука у нас сейчас будет бросать бросок номер два, я думаю уже запомнили как он называется, а вторая рука будет рядом перемещать второй мячик также вертикально вверх-вниз. Смотрите, что получается один с другим. То есть такая иллюзия возникает, что между мячами у вас невидимая такая проволока, невидимый какой-то такой знаете металлический стержень. Да, можно конечно двигать вот так, но при этом иллюзия это исчезнет. А можно постараться предугадывать второй рукой, я имею ввиду вот этой рукой, полет брошенного мяча. Побросали одной рукой 10 раз, также побросали второй рукой 10 раз. Торопиться никуда не нужно, можно немножко потанцевать, попереваливать свой вес с одной ноги на вторую, не забывать опять-таки улыбаться, хомячкам это нравится. Вот, ну и финальная часть это когда вы начинаете менять руки. Обратите внимание, бросая одной, бросая второй. Вот, и тем самым мы приучаем свое тело, развиваем, укрепляем навык того, чтобы руки не боялись бросать мячи вверх. И соответственно, одна рука бросает, а вторая держит и перемещает мяч. Вот, на самом деле вот эти четыре броска в начинающей группе занимают ну где-то минут 20. Включаете музыку, очень советую какой-нибудь транс или фанк, показываете в кругу, все видят, все улыбаются, кто-то роняет, бегает и вот такое приятное с полезным времяпрепровождение. Итак, друзья, это был бросок номер два, назывался он один с другим, а мы с вами переходим к следующему уроку.